Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова. И вот главная тема этого выпуска. Скрывался за границей. Германия выдала России экс-советника, бывшего главы Дагестана. Подробности через минуту. Наехал на инспектора и скрылся. Сотрудники ДПС Хасавюрта нарушителя догнали и задержали. Избил тещу и жену. В селе Ахмедкент бывший зять устроил разборки с женщинами и попал в полицию. Более миллиарда на спорткомплекс. В Дербенте строится многофункциональный спортивный центр. В чем уникальность объекта узнавали наши корреспонденты. Без рук. Дагестанская спортсменка выполнила норматив мастера спорта по стрельбе из лука ногами. Бывшего советника экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова в ближайшие дни доставят на родину. Германия выдала России Османа Махачева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает Генпрокуратура Российской Федерации, которая и добивалась экстрадиции Махачева несколько лет. Напомним, Махачев был объявлен в розыск за получение взятки в 30 млн. рублей за посреднические услуги в назначении главы одного из муниципальных образований республики. Известно, что уже сегодня Османа Махачева в сопровождении сотрудников УФСИН и российского бюро Интерпола доставили из Франкфурта на майне в Москву. Чиновник мэрии Каспийска задержан за взятку. Главный специалист Управления имущественных отношений администрации города стал фигурантом уголовного дела. Установлено, что он требовал от владельца одного из торговых павильонов 150 тысяч рублей через своего посредника. Примечательно, что обвинения выдвинуты против обоих. Первому вменяют посредничество во взяточничестве, второму – получением. Главный специалист Управления имущественных отношений через посредника выдвинул предложение владельцу торгового павильона по улице Халилова города Каспийска о передаче взятки в размере 150 тысяч рублей за одобрение заключения договора аренды на размещение днестационарного торгового объекта. В процессе переговоров сумма взятки была снижена до 100 тысяч рублей. 18 января текущего года при получении взятки возле центральной площади города Каспийска задержан посредник во взяточничестве, после чего задержан и главный специалист Управления имущественных отношений города. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых. Также по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-рискные мероприятия по установлению всех обстоятельств. Ход расследования в прокуратуре города поставлен на контроль. Ложная тревога. МВД Дагестана и Управление образования Махачкалы сообщают, что городские школы проверены, причин для беспокойства нет, а учебный процесс может быть продолжен в обычном режиме. Напомним, вчера на почту МЧС Республики пришло анонимное письмо о минировании всех школ столицы Дагестана. Уважаемые родители, вчера в дежурную часть МВД по Республике Дагестан поступило тревожное сообщение, которое вызвало волнение и беспокойство у жителей города. Незамедлительно работниками правоохранительных органов совместно с кинологами были проведены все мероприятия по обследованию общеобразовательных учреждений, прилегающих к ним территорий, в результате чего подозрительные предметы не были обнаружены. Также сообщаем, что со стороны руководителей образовательных учреждений были приняты и принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности образовательного процесса в учреждениях. Данный вопрос находится на контроле главы города. Уважаемые родители, здоровью и жизни наших детей ничего не угрожает. Сбил инспектора ДПС и попытался скрыться. Накануне в Хасавюрте на привокзальной улице местный житель подъезжал на машине к перекрестку, но, увидев экипаж полиции, резко развернулся на встречной полосе и сбил инспектора. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем и поймали его. Злоумышленника отправили в отдел полиции. Инспектор госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибами рук и ног в Хасавюртовскую больницу. Возбуждено уголовное дело. Кража денег из ящика для пожертвований. В отдел внутренних дел по Кизлярскому району с заявлением обратился владелец продуктового магазина. По его словам, накануне ночью неизвестно проник в торговое помещение в селе Цветковка и украл из ящика для пожертвований деньги в сумме 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Предварительно отключив электропитание, он с помощью подручных средств отпер дверь, вскрыл ящик для пожертвований и скрылся. Однако не учел тот факт, что камеры видеонаблюдения подключены к дополнительному источнику питания. По данному факту возбуждено уголовное дело. А здесь что-нибудь трогал? Как отключили? А? Отвертка где? Выкинул. Куда? Канал. Канал? Да. Откуда что взял? Весь там видел. Откуда? Сюда еще. Ящик, да? Да. А где еще что-нибудь искал? Нет. А что делал ты, когда сюда заходил? Нет. На счет видеокамер там, сюда-сюда. От света включил. Откуда? С улицы. С улицы. А здесь что-нибудь трогал? Нет. Житель Махачкалы подозревается в краже двух мобильных телефонов стоимостью почти 170 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что 27-летний местный житель, работающий кладовщиком в магазине по продаже техники, украл дорогостоящие гаджеты. В ходе допроса мужчина признался, что испытывал финансовые трудности. Это и потолкнуло его к совершению преступления. Похищенное он позже продал по заниженной цене, а деньги потратил по своему усмотрению. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. У меня долги были, и срочно, там, и кредиты, и долги, и срочно понадобились деньги. И поэтому думал эти телефоны потом в кредит взять и вот так вернуть их обратно. Но до этого не дошло. И в продолжении криминальной темы. Полицейские Кайтакского района разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего накануне ночью в селе Ахмедкент. Установлено, что примерно в час ночи житель Маджолиса в ходе возникшего скандала нанес телесные повреждения двум женщинам. В ходе разбирательства мужчина рассказал, что хотел проведать своих детей и направился к дому бывшей тещи. Однако позднему визиту там были не рады и отказали во встрече. Расстроенный мужчина, находясь, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары в различные части тела бывшей жене и ее матери. Пострадавшие обратились в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены домой. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Поехал я увидеть детей своих. Поехал, двери были закрыты, я даже не знал время, сколько. Постучался, открыли дверь, теща вышла. Я сказал, можно детей увидеть. Она сказала нет. И толкнула меня, я даже упал через лестницу. Я еще раз попросил, говорю, я просто хочу увидеть детей, можно. Потом жена тоже вышла, начали меня толкать, выталкивать. И слово, вот как перепалка получилась. И уже в состоянии таком этом. Я им тоже как бы ударил, получается. Отключение незаконно потребляющих электроэнергию майнинг-ферм в Левашинском районе позволило снизить нагрузку на энергооборудование. Об этом сообщили в местной администрации. Напомним, накануне там было обнаружено и отключено от сети 17 таких ферм. Теперь энергооборудование подстанции Леваши работает в штатном режиме. Перезагрузка не наблюдается. Дорожные службы ведут расчистку дорог в горах Дагестана. Спецтехника убирает снег и подсыпает дороги в Чародинском, Гунипском, Левашинском, Цунтинском и ряде других высокогорных районов. Водители, выезжающих в горные районы в зимний период, дорожники просят соблюдать бдительность и следить за сообщениями экстренных служб. Более двух тонн продуктов питания передали медработникам Махачкалы, работающим в красной зоне. Прежде всего, помощь оказали врачам Республиканского центра инфекционных болезней имени Магомедова. Акцию организовало правительство республики. Подробности в сюжете Хамзанру Магомедова. Это один из первых стационаров, который начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в Центре инфекционных болезней имени Магомедова работает более 600 работников. По поручению Сергея Владимировича, главы нашей республики, сегодня мы приняли такое решение посетить республиканскую инфекционную больницу и поддержать наших врачей, поддержать наших персонал такими продуктовыми наборами. «Посходы на это все взяли. Это такая благотворительная акция, которую проводит наш министер-хозпром и наши сельхозтоваропроизводители. Они от себя делают?» «Да, они это все делают от себя. Здесь никаких, будем говорить, бюджетных вливаний, бюджетных денег нет. Это благотворительная акция». В больнице передали более двух тонн продуктовых наборов. В их состав вошли рис, мясо, полуфабрикаты, молочные продукты, масло, фрукты и кондитерские изделия. Стационар продолжает работать как ковидный госпиталь и спасать жизни пациентов. Здесь развернуто более 250 коек. «Большое спасибо, что министерство и ведомство поддерживают медицинских работников, понимая, насколько им сегодня тяжело, насколько они оторваны от семей и насколько они могут качественно и полноценно отдаться оказанию медицинской помощи тогда, когда они будут спокойны, что у них дома все благополучно, все в порядке. Не всегда они могут успеть, может быть, где-то и забежать в магазин, приготовить еду, а сегодня эта поддержка для медиков важна». Подобные мероприятия по основам в Рио-председателя правительства будут продолжены по всему Дагестану. Инициатором данной акции – в успех глава региона Сергей Меликов. Хамз Дурмагамедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Хивский район – лидер в Дагестане по уровню вакцинации. Здесь привито 95% населения. И на сегодня нет ни одного госпитализированного с подтвержденным коронавирусом. Напомним, на сегодня, по официальным данным, в республике 23 муниципалитета достигли 60% уровня вакцинации. В 12 городах и районах показатель вакцинации ниже 50%. Меньше всего привитых в Бабаюртовском районе, Дзербенте и Махачкале. В Дзербенте продолжается строительство дворца спорта. Напомним, что в августе прошлого года в рамках госпрограммы «Комплексное территориальное развитие городского округа» города Дзербент были начаты работы по строительству спорткомплекса подрядной организацией. В чем особенность строящегося здания и на каком этапе работы, расскажет Асель Манапова. Многофункциональный спортивный комплекс, строительство которого ведется за счет местного бюджета, планируется завершить в марте 2024 года. Сметная стоимость зданий составляет свыше 1 миллиарда рублей, а площадь около 25 тысяч квадратных метров. Дворец спорта, он собой представляет округлую форму. Он состоит из трех этажей с подвальной частью. В подвальной части у нас находится паркинг на 150 мест. На первом этаже у нас располагается бассейн с размерами 21 на 19, а также универсальный зал на 2 тысяч, на 2,5 тысяч. На втором этаже у нас располагается фитнес-центр разнообразный, волейбол, баскетбол. И на третьем этаже у нас находятся гостиничные номера, а также ресторан на 180 мест. На объекте ежедневно задействовано 13 единиц техники и 25 рабочих. Уже завершены работы по бетонированию фундаментных балок так называемого первого захвата. Ведутся работы по гидроизоляции и обратной засыпке ячеек. Также завершены работы по опалубке. На третьем этапе идет армирование. На данный момент темпы хорошие. Мы планируем в дальнейшем еще усилиться. В данный момент мы идем с опережением графика. Проблем с рабочей силой на данном этаже нет. Спорткомплекс рассчитан не только для подготовки будущего спортивного резерва. Здесь будут проводиться престижные турниры и соревнования федерального, регионального и муниципального уровня по различным видам спорта. Асель Монапова. Новости ННТ. Дербент. И о спорте. Футбольный клуб «Динамо» готовится ко второй части сезона. У махачкалинцев завершился третий зимний тренировочный сбор. Команда провела его на базе в пригороде столицы. Программа сбора включала в себя двухразовые тренировки. Напомним, в начале года «Динамо» возглавил сербский специалист Горан Олексич. Заключительный день сбора вместил в специальное тестирование и двустороннюю игру. После небольшого отдыха команда приступит к последнему этапу подготовки к сезону. 23 января «Динамовцы» отправятся в Кисловодск, где проведут несколько контрольных матчей. Большую часть программы выполнили. Я считаю, что очень неплохо работал тренерский штаб во главе с Гораном. Нам такого опытного специалиста не хватало в команде. Нормально прошел сбор. Будем надеяться, что его результаты удастся сохранить и на последующие сборы тоже. Лига Хабиба Нурмагомедова анонсировала имена участников первого турнира в США. Бойцовское шоу состоится 29 января в Майами. Всего зрители увидят 10 боев. Главным событием вечера станет поединок между ветераном российского ММА Сергеем Харитоновым и звездой кикбоксинга из Суринама Тайроном Спонгом. В рамках турнира выступят двое дагестанцев – Рамазан Курмагомедов и Раймонд Магомедалиев. Оба спортсмена проходят тренировочный лагерь там же, в Майами. Дагестанская спортсменка Нагами выполнила норматив мастера спорта по стрельбе из лука. Успешные результаты Геннад Магомедова показала на чемпионате России в Орле. Стрелять из лука Нагами она научилась относительно недавно. Эти соревнования стали для нее дебютными. Отметим, что Магомедова ранее была чемпионкой мира и Европы по парадхэквондо. Также на всероссийских соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата серебро в командном разделе выиграли Гаджимурад Гамзатов и Эльмира Басирова. А бронза на счету мужской сборной Дагестана в составе Магомеда Магомедова, Мухтара Гусейнова и Гаджимурада Гамзатова. И на сегодня это все. Смотрите нас также на официальном сайте nntv.ru. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!